Услуги учителя-дефектолога сегодня актуальны как никогда, ведь его задача состоит в том, чтобы помочь детям, которые по различным причинам не усваивают программу общеобразовательной школы или же испытывают трудности при обучении. И если ранее физические лица, осуществлявшие такую деятельность, обязаны были пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, с этого года требования законодательства стали более лояльными. В связи с изменениями, внесенными в налоговый кодекс, с 2022 года деятельность по предоставлению услуг учителя-дефектолога может осуществляться без регистрации ИП. Для этого физическому лицу необходимо подать письменные уведомления в налоговый орган перед началом деятельности или через личный кабинет плательщика, а также уплатить ставку единого налога. По городу Бресту такая ставка составляет 82 рубля. В других населенных пунктах Брестской области 63 рубля в месяц. При уплате единого налога предусмотрена льгота в размере 20% для следующих категорий плательщиков. Плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста или лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, а также плательщиков-инвалидов, плательщиков-родителей многодетных семей, плательщиков-родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, При наличии у плательщиков права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким основаниям, эта ставка понижается на 45%. Для плательщиков родителей, являющихся инвалидами первой и второй группы и воспитывающих несовершеннолетних детей или детей, получающих образование в дневной форме получения, предусматривается льгота в размере 100%. При этом льготные категории физических лиц обязаны предоставить соответствующие документы. Сделать это необходимо одновременно с первым уведомлением периода, в котором первоначально была использована налоговая льгота.